Ну а вот третий подряд финал СССР Польши, весовая категория до 67 килограммов. Мариан Кашбжек, боксер из Польши и Ричарда Стамулис представляет сборную Советского Союза. Да, боксер из Литвы, из города Каунаса. Такое ощущение, что у нас здесь финал матчевой встречи СССР Польши. Мариан Кашбжек, бронзовый призер предыдущих Олимпийских игр в Риме, правда в предыдущем весе. Сменил он весовую категорию здесь. Ну а что касается Тамулиса, то это двукратный к этому моменту чемпион Европы. Всего этих золотых медалей у него три. Сразу хочется отметить, что оба боксера левши. И снова наш боксер выше, причем достаточно значительно. Ну, польский спортсмен более, я бы считаю, плотным и более мышечный. Вот эта весовая категория, она одной из самых древних является в боксе. Впервые олимпийские медали здесь были разыграны еще в 1904 году. И очень долго советским спортсменам не удавалось здесь завоевать золотую медаль. Зато потом Олег Саитов два олимпийских турнира подряд выиграл. Да, на Олимпиаде в Атланте в 1911 году. И в Сиднее. И в Сиднее. Опять мы видим разведку первый раунд. Оба спортсмена не форсируют события, ищут слабые стороны друг у друга. Хочется отметить хорошую работу передней рукой, которая присутствовала у всех боксеров того времени. Вот резко так пошел, капшик вперед и добил своего результата. Ответил сразу же наш спортсмен. Говорят, что это самая сложная ситуация в боксе, когда два левши встречаются друг с другом. Потому что они неудобны для классических боксеров, а друг для друга они неудобны просто катастрофически. Есть такое мнение, что они, когда встречаются два левши, они не могут, не понимают, что делать друг против друга. Но я думаю, что это не так, потому что они мастера, профессионалы своего дела. Это, я думаю, временные неудобства, связанные с выбором той дистанции, которые они могут себя вольготно и качественно чувствовать. Вот прошел первый раунд. Немного озадаченно выглядит Томулис. Мы видим, что у него рассечение небольшое. Над левой бровью. Ну, а Кашпшак такое впечатление, что просто присел отдохнуть. Вот, Сергей, вы говорите матчевая встреча. Да, вот оно так практически получилось. И получилось, что вот в рамках этой матчевой именно встречи Польша добилась убедительной победы. Потому что три свои золотые медали советские боксеры зарабатывали в противостоянии с соперниками из Филиппин, Франции и Германии. А поляки так и оказались в финалах неприступными для нас. Ну, это можно сказать, что польская команда очень серьезно подошла к этому турниру и очень серьезно изучила нашу сборную. Да, скорее всего так и есть. Потому что мы уже видели один поединок в исполнении Ричарда Сатамулиса в полуфинале. Ну, там, конечно, совершенно другой соперник был. Но гораздо увереннее выглядел и наш боксер. Это мы можем подтверждение узнать только у специалистов того времени. Они нам дадут, я думаю, четкий ответ на этот вопрос. Так ли мы думаем или нет. Второй раунд. Снова боксеры переходят к активным действиям. И кажется, что чуть быстрее поляк нашел вот ту самую дистанцию. Ему не всегда удается на нее выйти. Но, по крайней мере, он понимает, где она находится, что ему можно делать в ринге и что нельзя. Потому что вот Амулис очень длинные руки. Попадает слева и сейчас Кашпшек. Да, серии наносит польский спортсмен. Вот третий боксерок в финале мы видим. И все три, что называется, серийные, атакуют не одиночными ударами. Действительно проводят многоударные комбинации. Причем очень четкий вход в атаку и точно такой же выход оттуда. Это и залог побед ихний в этих поединках. Вынужден, видите, как раз опускаться немножко на переднюю ногу. Там Амулис для того, чтобы дотянуться до своего соперника. Стоя на передней ноге, очень тяжело пробить сильно. Да, пропускает Ричард. Сильнейшей руки удар в голову. Четкая команда рефери, но здесь не приходится удивляться рефери этого боя из Соединенных Штатов Америки. Кстати, на Олимпиаде зажглась звезда одного из самых выдающихся, наверное, спортсменов вообще в истории бокса. Вне зависимости от весовых категорий олимпийским чемпионом стал в супертяжелом весе Джо Фрейзер. Да, это легенда профессионального бокса, которую помнят и знают и современные любители этого вида спорта. Вы знаете, что до сих пор выходят различные компьютерные игры, посвященные боксу, и там вот одна из самых популярных игрушек – это возможность на ринге свести боксеров разных эпох. Вот Джо Фрейзер там обязательно присутствует в качестве кандидатов, сколько бы их ни было – в 6, в 8 или в 12. Да, абсолютно спокойная такая ситуация в польском углу. Действительно, их тренеры сумели выбрать верную тактику, верную манеру ведения боя и очень-очень хорошо подготовились. Да, в нашем углу мы видим, что Ричарда Тамулиса готовят к третьему раунду, причем это происходит с некоторым волнением. Значит, не все в порядке. Наши секунданты это чувствуют и, я думаю, правильно накачивают нашего спортсмена на решающий третий раунд финального поединка. Впадает. Оба спортсмена понимают ответственность. Очень быстрые руки у польского боксера. Да, хорошая, высокая скорость. И не всегда наш спортсмен успевает увернуться от жестких и сильных ударов польского спортсмена. Вот мы видим навстречу хорошо. А вот здесь не успевает наш боксер. Мы, конечно, не можем знать, какие методики поляки применяли в то время для тренировок. Не так давно перед одним из своих боев Владимир Кличко начал практиковать тренировку ударов в бассейне под водой. И как раз рассказал, что это не его выдумка, а это опыт, который он почерпнул как раз из истории бокса. Удары под водой или в воде? Ну, как бы в воде находясь, да. Чтобы рука двигалась, находясь в воде и преодолевала сопротивление не воздуха, а воды, которая гораздо сильнее. Это не такая уж древняя методика. Будучи действующим спортсменом, нас тоже этому учили. Снова попадает с левой Кашпшек. Тяжело уже там у лесу. Теряет он равновесие, но никакого нокдауна тут нет. Мы видим, что наш боксер теряет преимущество. Это видно визуально уже. Но вот ему не удался финальный поединок. Да, что-то у него не получается, и скорость немножечко не та. И активности, я бы сказал, не хватает. Причем, ну, смотрите, как в отличие от предыдущих поляков Кашпшек совершенно не собирается работать на сохранение преимущества. Он идет вперед, он очень активен. Я бы даже сказал, что он сильно рискует. Потому что можно нарваться на удар таким образом. Мне кажется, что до этого раунда не все было понятно. Не было явного фаворита этого поединка. Здесь, по мнению одного из арбитров, вообще победа отдано была тому лицу. Да, пропускает наш боксер серьезные удары в голову. Хотя в пылу поединка они не так заметны. Закончился третий раунд. Но я думаю, здесь не очень видно, кому судьи отдадут победу. Я думаю, что сами спортсмены это, конечно, понимают. И вот очень приятно, что такая обстановка царит в ринге. Друг друга поприветствовали сразу после окончания боя. Никакого выяснения отношений. Словесного хотя бы. Боксеры это джентльмены. Не зря бокс придуман был в Англии. Поэтому здесь как бы спортсмены не относились друг к другу, какие бы у них не были взаимоотношения, все, что касается отношений после боя, это уважение друг к другу в первую очередь. Да, но, к сожалению, в современное время уже не всегда бывает так. Мир меняется. Собирает рефери записки. Один судья, как я уже сказал, отдал победу там улицу 58-57-1 арбитр как раз Аронвар Чаудри, будущий президент АИБа, поставил очки в пользу польского боксера 60-59 и у трех судей получилась ничья. Но все они предпочтения при ничейном счете отдали Мариану Кашпшаку. Да, таким образом мы убедились, и что польская команда действительно очень хороша. Но у России еще у Советского Союза конечно же еще две золотые медали будут на этом турнире. Борис Логутин и Валерий Попенченко их выиграют. И напомню, что Станислав Степашкин также стал олимпийским чемпионом 1964 года. Нужно еще сказать, что эти Олимпийские игры были одними из выдающихся для нашей команды. Девять медалей в десяти весовых категориях. Да. Вот таким получился этот турнир. Естественно, та часть видео, которая была нам доступна. И для вас ее подготовили Сергей Щербаков и Алексей Андронов. с в Продолжение следует...